И человек бесконечные энергии имеет для побед над судьбой, чем сильнее концентрация на Боге, чем сильнее возможность. Вот эти все три типа настройки, о которых мы говорим, три типа реагирования, это очень важные вещи в принципе. Поэтому я с этого начал. Посмотрите на себя. Если вы уже кого-то ненавидите, то вы не сможете выжить нормально. Этот двадцать третий год разрушит вас. А еще весь двадцать третий год будет жестокая судьба, объяснена, земля. Да, хорошая новость. Хорошая новость, что всего только один год, потому что где-то в феврале двадцать четвертого заканчивается это влияние. Что-то должно другое произойти. Ну, хорошее имеется. Вот. Все же заканчивается в этом мире. Или хорошее заканчивается, или плохое. Вот если, допустим, у вас сейчас так тяжело, что хуже не бывает, поднимите руку. То у кого-то. Я вам хочу сообщить одну хорошую новость. Дальше будет лучше. Да, человек до ручки доходит, он чувствует все. Значит, есть волна, да? Судьба как волна действует. Она может быть внизу волна, или вверху. Или только руки не надо поднимать. Вот. Есть люди, которые думают, да у меня, блин, все классно, и вообще всегда будет классно. Это значит, вы наверху волны уже находитесь. Значит, дальше будет хуже. А если у вас вниз волны, то, наоборот, дальше будет лучше. Это хорошая новость. Что если вы уже все, как бы, значит, дальше будет лучше. Это это значит. Она волнами, судьба всегда идет вот так вот. И поэтому те люди, которые не понимают, как действует судьба, они неудачники. Вот как действуют неудачники. Допустим, у неудачника всегда, когда он до низу доходит, он меняет место жительства. Ну, допустим, есть Европа, там, допустим, все развивается, там все так классно. Но в этом мире никогда, нигде не развивается все постоянно. Все вот так меняется. Допустим, ты жил в России и переехал в Европу. Когда ты переехал в самый пик, когда тебе было плохо? Ты переезжаешь в другую страну, там наверху развитие страны находится, значит, куда она пойдет дальше. А там, где страна была внизу развитие, куда она идет? Вверх. И ты все время от хорошей судьбы уезжаешь, потому что у тебя такое мышление. Никто же не едет в страну, где хуже живут. Все едут лучше, и потом, что получается? Как всегда, не повезло. Потому что человек такой не может терметь. Или в бизнесе, допустим, есть такой феномен, когда человек свое дело делает, ему надо переждать 3-4 года, и тогда начинается успех только. Если он не просто ждет, а что-то делает. И вот 3-4 года некоторые люди не могут ждать. И поэтому у них бизнес никогда не получится, потому что они не могут дождаться. Это вопрос личных усилий. И когда человек имеет такую склонность совершать личные усилия, это тоже правильно. Но опять же, как их совершать? Вот, допустим, если ты не знаешь, как действует время, как ты будешь его побеждать, интересно? Вот, допустим, время действует на психофизическое тело. Это целая тема, которую я завтра буду вам рассказывать, как не болеть и жить с хорошим настроением всегда долго и счастливо. Мы будем изучать, как совершать аскезы. Но в целом вы должны знать, что у человека в психическом теле вообще болезни всей человека, они на психическом плане зарождаются. И что такое болезни? Это просто нехватка энергии. Вот закон в организме есть такой. Если в организме достаточно энергии, он сам знает, как себя лечить. И до какого возраста он знает, как себя лечить? До 50 лет, а потом уже не знаю. Шутка. Я в 50 лет начал бегать. Я думал, что уже, наверное, поздновато. И как у меня могут быть улучшиться все, если я уже старею? У меня были такие вопросы. Но в 50 лет я пробежал первый раз 500 метров и затопнулся. А сейчас, месяц назад, я бегал в святом месте 21,5 километра. За два часа вокруг одного святого места я бегал. Два часа 11 минут самый лучший результат. 21,5 километра. Мне 57 лет. Можете в свои 30 так пробежать? Ну, мы говорим сейчас о запасе здоровья. Ну, то есть, 7 лет прошло, и здоровья стало больше. Потому что правильный образ жизни. Не меньше, а больше стало здоровья. Потому что организм может восстанавливаться. У него есть такие силы. Не только мой организм. Типа, у вас, Олег Геннадьевич, может, а у меня нет. Нет, у вас тоже может. У вас такой же организм. Просто вы не имеете знания. И знание заключается в том, что есть три типа энергии, которые разрушают нашу жизнь и наше здоровье. Эти три типа энергии не то, что они с неба какие-то свалились. Это три типа энергии наши. То есть, душа имеет сознание. Мы все души. Знаете, что мы вечные души? Вот здесь душа находится. Я могу каждому из вас показать прямо место точно. И душа находится прямо. Я чувствую это место. Нет, вы слишком низко показали. Идите сюда, я покажу. Да? Давай. Вот здесь, поверните сюда. Вот здесь сатам размерами, сатам находится он. Он – это вечная душа, которая живет в этом теле. Вот в этом месте кое-нибудь находишь. Да, но это на духовном плане. Что, это очередь теперь? Нет, сейчас запишем из лекций. А, тебе тоже быстро лезть все в очередь, я понял. Это сейчас Олег Инатьевич лекций уже не будет, я считаю. Будет всем показывать, и душа на кровь. Я понял. Итак. У души есть сознание. Оно пропитывает все тело. Это сознание имеет три всего вида энергии. Духовной энергии. И три вида желаний, главных, которые есть у человека. Человек хочет любви или счастья. Счастье – это когда ты любишь жизнь. Это любовь в жизни – это счастье. А любовь в другом человеку – это любовь. Это одна и та же энергия, она просто может внутри себя действовать или в обмене. Вот. Человек хочет любви. Жить без любви не могут люди. Час без любви – пропащий час. Нас нам хорошо, хорошо, когда мы любим. И даже если не любят нас. То есть, любовь. Дальше человек хочет знания. Что сказать? Ну, что сказать? Устроены так люди. Желают знать, желают знать. Желают знать, что будет. Ну, то есть, знания человек хочет. Вечно хочет знания. Ну, допустим, если у вас плохие события произошли, вы почему ночью не спите? Потому что вы хотите знать. Человек думает в это время. Он хочет понять, что делать, как жить. Не спит ночью. Он хочет знать. А если все хорошо, он просто… Почему? Потому что все нормально. Знания, когда хватает, человек спокойно живет. Ему хорошо становится. Знания приносят счастье. Есть еще желание знания. Знания желания любви. Желание вечности еще. Человек не хочет умирать. Все хотят вечно жить. В любом возрасте. Некоторые говорят, вот я для 90-го пожил и нормально. Потом можно и помереть. Но в 90-е он все равно не хочет. Все равно все хотят вечно жить. Это природа человека. И вот эти три типа энергии, они оказываются не только в нашем сознании действуют, а также они действуют и в теле, и в отношениях, и на работе, везде. И если эти три типа энергии соприкасаются с плохой судьбой, то они превращаются в силы, которые разрушают нашу жизнь. Вот, допустим, первый тип энергии, энергия вечности, если соприкасается с плохой судьбой, то возникает страх психики у человека. Страх чувства непреодолимого препятствия в жизни. Чувство, как стена, будто я не могу справиться с чем-то. Эта энергия может действовать, у нас три сферы жизни есть. Есть сфера личной жизни, сфера здоровья и сфера работы. Три сферы основные. И энергия вечности может нарушиться в одной из этих трех или в двух. Но обычно в одной сильно, во второй послабее, в третьей еще слабее. Обычно вот так это все распределяет. Допустим, вот женщина на втором ряду, вот вы на меня смотрите. Да, нет, на втором, вы же на третьем. Вот. У вас как раз сейчас на вас действует вот эта энергия вечности, она, ну, как бы, пошла в блок. То есть, формируется блок в результате влияния плохой судьбы. И у вас возникает в сердце чувство непреодолимого препятствия, страх. В основном связан с личной жизнью. Чувствуете, что что-то я не справляюсь, у меня нет сил, да? Какое ощущение есть? Есть. Эта энергия вечности, когда она начинает блокироваться судьбой, то человек чувствует скованность в теле. Это в тело, оно на тело тоже влияет. Скованность, потом возникают спазмы, боли, контрактура суставов, давление повышается, головные боли, боли, все виды боли вообще. Это вот эта энергия вечности так действует. Ну, начинается все со страха и чувства непреодолимого препятствия, что у меня не получится, я не смогу, не справлюсь. Или не поступлю в институт, не выйду замуж. Острологи-психологи обязательно помогут, чтобы этот блок возник. Они тебе скажут, да, по твоей судьбе, конечно же, ты не поступишь в институт. Конечно. Ну, представьте, вы пришли к врачу, и врач оказался не просто врачом, а астрологом. И вы говорите, доктор, у меня запор. Он посмотрел карту, говорит, да, у тебя запор. Ну, дайте мне лекарство. Он говорит, нет, у тебя запор навсегда. Лекарства тебе не помогут? Ты теперь будешь жить с запором. Нормально? Доктор, хороший, вам понравился? Нет? И он говорит, у тебя такая болезнь, ее вылечить невозможно. Отлично. Спасибо вам, доктор. Я очень благодарен. В целом, если вы имеете дело с судьбой, и вы пришли к какому-то человеку, и ушли от него с чувством непреодолимого препятствия, страха, испуга, разочарования, значит, этот человек не обладает знанием, он вас оскверлил, и вы зря отдали свои деньги. Потому что, если вы хотите действительно помощи, то помощь означает, что у человека возникает чувство, что у него все получится, преодоление препятствия, и радости, и спокойствия, силы, это значит, он пришел туда, куда надо. То есть, у него все классно после такой консультации, это значит, что он пришел куда надо. Но если он пришел, ему как бы, что-то, в гороскопе написано, что я помру. Да, конечно, помрешь. Мне нужен гороскоп, все помрут. Просто когда дату поставили мне, вот это уже неправильно. Потому что Бог так не делает. Он дает человеку возможность преодолевать. В этом смысл жизни заключается. Нет возможности, зачем тогда жить. Доктор, я жить-то буду. А смысл? Какой же доктор веселый. Так, энергия вечности. Оказывается, преодолевается вот эта вот вещь, преодолевается. Бог придумал такие способы, человеку это преодолевает. Это называется длительное непрерывное движение. Даже я поизучал это серьезно и даже понял, что у человека есть пять психических слоев. И блок на определенном клострою возникает. Вот у вас, допустим, на третьем слое. Этот слой связан с мыслями. Если, допустим, вы средним шагом... Ну, сейчас сложно по Перми, допустим, ходить средним шагом при минус 30. Можно зато ходить в спортзале по беговой дорожке. Если вы средним шагом идете, допустим, бодренько в течение 2 часа 40 минут примерно, то вы пробиваете все три слоя, и таким образом у вас чувство непреодолимого препятствия уменьшается. А если вы это по определенному графику делаете, то ты вообще о судьбе не даете действовать. И она не может ничего с вами сделать, потому что вы нейтрализуете это влияние. Классная новость, что есть такие рычаги, методы, которые могут нейтрализовать влияние вот этого времени. Именно влияние это нейтрализуется на психофизические, а именно на этом уровне у вас проблемы. Потому что есть еще социальный слой, а он нейтрализуется добрыми делами. А есть еще духовный слой, и плохая судьба на нем нейтрализуется молитвой. Допустим, у вас на духовном слое сейчас действует судьба плохая, надо молиться, чтобы побеждать. Это глобальное разочарование в жизни происходит, когда на духовном меняется восприятие жизни, ценности, что-то ломается в жизни у человека. И тогда нужна молитва, чтобы помочь. А на социальном уровне это когда есть препятствие для того, чтобы жизнь нормально протекала. Например, человек не может выйти замуж, или жениться, или на работу устроиться. Мы об этом тоже будем говорить, как бы в этой ситуации действовать. Сегодня я вам какие-то фундаментальные вещи даю, как зная которых, вы все равно сможете нормально жить. Первое, верить надо учиться Бога, а не в себя или не в злые силы. И второе, надо в сердце содержать доброте. Постоянно всем прощать жестокую судьбу, постоянно по-доброму, по-доброму, по-доброму настраиваться, и все будет отлично. Потому что доброта – это энергия Бога, а Бог дает милости. Какая бы сильная судьба ни была, она будет побеждена. А если доброта у тебя в сердце нарушается, это означает, что судьба хочет тебя разрушить. Вот и в тот момент, когда убить могут близкого человека, в это время доброта уходит. Возникает пустота, страх, вот эти все энергии, скованность, отчаяние, непрессия. Когда человек молится, он в доброту входит, значит, все, опять он на коне побеждает. Второй тип энергии – это энергия знания. Когда злая судьба действует на эту энергию, то у человека возникает в сердце ни страх, ни чувство непреодолимого препятствия, возникает чувство несправедливости, отчаяния, обиды, гнева. Желание доказать свое, отстоять что-то свое. Так где есть судьба? Чувствительность возрастает у человека, человека все раздражает. Он не может терпеть ситуацию. В теле возникает жар сначала сильный. Бывает эмоциональный жар, бывает умысленный жар. Мысленность жара обозначает постоянно думать, 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 думать. Человек не может остановиться. Эмоциональный жар – эмоции зашкаливают. Есть жар – настроение. В настроение может в жар пойти. И у человека все время настроение меняется. Он не может. Все, постоянно все раздражает. Было хорошее настроение, стало плохим. Жар туда пошел. Бывает, что еще глубже жар идет чувство смысла жизни. И там тоже человек теряется смысл жизни. Все плохо. Я не хочу жить в этой стране. Ему надо бежать куда-то. В какую-то другую страну. Как будто там судьба перестанет действовать. Если так все просто было, то когда нет проблем. Потом дальше, на уровне тела, этот жар превращается в воспалительные процессы. Воспаление желудка, печени, кишки, мозгов. Легких, почек, воспаляется в жарах, воспалительный процесс. Кожные болезни тяжелые, аллергии. Все это энергии знания нарушения. Непереносимость продуктов питания. Просто нарушение энергии знаний. Но в этом уровне, оказывается, все решается. Потому что, если человек убирает эту энергию, то у него начинают ферменты нужные вырабатываться. Организм знает любого человека. Типа у тебя гены не так стоят, и твой организм не знает. А вы знаете, что организм сам может исправлять гены даже? Некоторые ученые уже об этом догадываются. Что может там процесс исправления начаться, если человек правильно настроен в жизни. Потому что изначально не вот эти вот ДНК, структура является основой жизни. А сознание человека изначально является основой. И оно меняет все. Поэтому и чудесное исцеление даже наследственных заболеваний. Мы знаем, как святые люди исцеляли от глухоты человека, от слепоты и так далее. Потому что сознание является основой, а все остальное вторичное. Я вам сейчас рассказываю, как это работает. Что есть психическое тело, в котором как раз и блоки возникают. А что они делают? Они уменьшают количество энергии в каком-то органе. Если печени меньше энергии поступает, то, соответственно, резерв здоровья уменьшается. Съел что-то не то, и печень воспалилась. И те врачи говорят, так не ешь этот черный перец, который печень воспаляет. Ну ты не ешь, вроде лучше стало. Но ты живешь на волоске. Почему? Потому что у тебя резерв здоровья печени нулевой. А почему он нулевой? А потому что у тебя блок на четвертом психическом слое, связанный с энергией знания. А четвертый психический слой связан с внутренними органами. И у тебя просто настроение постоянно, в твоем настроении постоянно чувствительность, все меняется, настроение все время. Если ты знаешь об этом, начинаешь правильно настраиваться, меняешь свое настроение, блок убираешь, этот вот блок, печень вылечивается. Потому что в нее поступают энергии, в ней все восстанавливается. Но люди думают, что надо убирать эти блоки с помощью мышления. Вот это чушь собачья. Вернее, чушь не собачья, а психологическая. Потому что вот эти энергии убираются с помощью аскез. И когда человек не двигается, в неподвижном положении тела находится, если у него все беспокойное, он такой. Он, во-первых, он не может в одном месте остановиться, ему постоянно надо двигаться. Но если он встал и не двигается, то он начинает побеждать эту энергию знания, она начинает двигаться нормально у него в организме. И воспалительные процессы проходят. Также действует вода. Когда человек в воде находится, то он восстанавливает эти движения энергии знания в организме. Третий вид энергии счастья, когда страдает, то у человека портится настроение, ему хочется жрать. Потому что настроение надо жить. Без настроения же невозможно жить. А настроение может давать только человеку солнце и пищу. Знаете об этом? Только еда дает настроение. А в еде тоже солнечная энергия находится. И солнце. А у нас, Олег Геннадьевич, солнца нет в Перми. Остается только еда, значит. Нет, еще люди тоже дают настроение. Солнце в людях может быть тоже. Да ведь и солнце, как весенние цветы. И станет на душе еще светлее. Ну, то есть, солнце, есть тонкая невидимая энергия солнца, а есть грубая энергия солнца. Вот грубой энергии солнца в Перми мало. И люди должны быть чувствительны к тонкой энергии солнца в Перми. То есть, они должны... Тонкая энергия солнца... Солнце на древних языках называется Раа. Ра-дуга. Ра-дуга. Это дуга чего? Солнечного света. Ра-дуга. Ра-дуга солнечного света. Ра-дасть. Дарить радость. Дарить солнцу. Красная девица. Красная, что значит красавица? Красивая. Что значит красивая? Красный цвет означает солнце. Солнечное значит. То есть, она радуется людям. Вот мужчина чему радуется? Обедом он радуется. А женщина чему радуется? Людям. Мужчина любит победы, а женщина любит людей. Если женщина любит людей, то она солнечная становится. Или красивая. Красивая это женщина, которая любит людей. Вот если женщина людей не любит, значит она будет некрасивой. Красная девица. Солнечная. Но если человек потерял контакт с этой энергией, энергии счастья не заходит, энергии любви не заходит к нему, то тогда они должны жрать. Да, правильно. Вы смеетесь, потому что все это копится в теле. Почему копится, я вам сейчас объясню. Потому что есть физическая энергия пища, а есть психическая. Когда человек не хватает психической энергии, то он должен ее научиться брать из добрых людей, из пожеланий всем счастья, из добрых дел. Но если он пилет ее из пищи, то пища 30% психической энергии, 60% примерно там физической. У ты, тебе не хватает, как определить, что у тебя голод психический, а не физический. Вот физический голод, как он выражается, в чем? Человек чувствует слабость, его трясет вот так, он такой. У него слабость, ему тяжело ходить, трясет его. Вот это физический голод, голод. Физический, значит, ему нужна пища просто. Ну, представьте, человек стукнулся башкой об стенку и забыл, что ему надо кушать. У него возникла слабость, его трясет, он приходит к психологу, говорит, у меня что-то слабость такая. Я не знаю, у меня как-то так. Слабость такая, утомляемость повышена мне. Как-то тяжело. И психолог говорит, надо радоваться. Надо всем желать счастья, радоваться. И говорить себе, у меня нет слабости. Нет никакой слабости. А надо что на самом деле? Надо пожрать просто, понимаете, и все, слабость пройдет. Это физическая слабость. А есть еще психический голод. Вот как он выражается? У человека портится настроение. У него возникает раздражительность. Он теряет работоспособность. Он не может сосредоточиться, не может работать, не может общаться нормально ни с кем. Становится злым. Это значит, что ему не хватает психической энергии. И если он пытается ее восполнить с помощью пищи, то тогда ему надо есть в два раза больше, чем... Ну, то есть, ну вот там. Пища же есть физическая энергия, 60% психически, 30%. Тебе надо 60% психической энергии. Значит, физическая будет уже не 60%, а 120%. Это значит, что у тебя будет все это скапливаться в твоем теле. То, что ты лишнего съел. Это называется негативный тонус или блок, связанный с энергией счастья. Сначала токсины и лишний вес, потом доброкачественные опухоли, потом злокачественные опухоли. Если есть лишний вес, то жди доброкачественные опухоли. Если есть доброкачественные, то жди сдал качественные. Слезь сдал качественные, то ищи маленький кусочек земли под первым. Нормальный камень, чтобы... Или это, если только началось, то надо резко вырезать это и начать правильно жить сразу. Вот. Итак, есть такая аскеза, которая увеличивает энергию счастья. Не поверите. Это пост. Оказывается, что когда человек ничего не жрет, допустим, 4 часа, то у него портится настроение, ему плохо становится, хочется пожрать, он везде лазит. Когда человек ничего не жрет 8 часов, то организм уже начинает думать, что же робить. Или робить, как там правильно, я не знаю. Давно уже в Украине не было. Вот. И когда человек не ест 12 часов, 18 часов, наступает такой момент, феномен, и организм перестает хотеть кушать. Это удивительный феномен. И у человека в этот момент сильно повышается настроение. Он становится таким, да, когда человек хвостится правильно, то у него во время поста улучшается настроение, ему хорошо, счастливо, радостно. То есть, кто может долго не есть, простится по месту. Вы феномен это ущучили? Ущучили. Питание включается. То он восполняет свою психическую энергию во время поста. И это значит, что этот человек никогда в жизни не поправится. У него не будет проблем с лишним весом, с онкологией, с этими всеми вот такими тяжелыми, с депрессией, с негативным настроением. Потому что все это связано вот с этим негативным тонусом, который возникает от того, что мы энергию счастья не умеем всасывать в свой организм. Вообще и в жизни. Она, например, идет от природы, энергия счастья. Люди атрофировались в понимании природы. Вы знаете, что мы вот живем и не видим вот этого всего? Ну, некоторые видят, конечно, и им повезло. Но в основном все никто не видит. Ну, допустим, что можно увидеть в Перми зимой? Вы не возмущайтесь, я же как бы... Я не против же Перми зимой. Я наоборот только за. Я как раз и хочу вам предложить лечиться снегом. Как раз я в этом направлении не двигаюсь. То есть настроение. Когда человек идет по улице, допустим, зима, снег лежит. Это же лечебная вещь или нет? Что дает низкая температура, белый снег и заверуха? Что дает человеку, знаете? Что вот вам может это дать? Очищение машины. Очищение, да. От чего очищение? Если вы так будете думать, то выплатные газы пойдут у вас изнутри. Не волнуйтесь, это белый снег. Что дает? Спокойствие. О, спокойствие. Отлично. Дает избавление от обиды. Вот когда человек идет, и он настроился на снег, на белый день, на мороз. И он принял это в сердце. Потому что все идут и что они делают? Они бегут от мороза и никто не принимают. Вот. А надо что делать? Надо принимать. Вот песня о чем как бы поется? О чем песня? О принятии белого снега. И тогда все обиды в твоем сердце уйдут. Потому что это и есть вот этот вид напряжения, когда человек не может принять, прощать, терпеть. Он убирается холодом, снегом. И у вас уникальная возможность есть в это время это все убирать из себя. Поэтому в Сибири люди добрее. У них есть вот эта способность преодолевать эту трудность с помощью зимы. Снег засыпает. Ты осторожно за кем-то ступаешь. Что засыпает снег? Засыпает все прошлое, обиды все засыпают. Остается только все спокойно становится. Все хорошо. Но надо принять холод. Надо принять зиму. Понять, что это божественная энергия природы. Она тебе дана не просто так. Что это нужно для тебя, надо это принять. Ты родился здесь, потому что у тебя есть склонность к этой обиде. Здесь люди больше обидчивы, если они не принимают холод. А если принимают, они становятся очень добрыми. Добрее, чем везде. В этом заключается знание о энергиях природы и аскеза. Аскеза означает принятие. Если ты принимаешь голод, будет всегда хорошее настроение. Если ты принимаешь снег, значит ты будешь прощать. Если принимаешь солнце, значит будешь оптимистом, неравностным человеком. Субтитры создавал DimaTorzok